Вы рекомендуете ролики распространять в соцсетях посредством сокращателя, так сказать, материнской ссылки, ссылки на YouTube или загружать ролики прямо в соцсети из своего компа минуя YouTube. Некоторые спецы утверждают, что соцсети задвигают ролики с YouTube, рассматривая его как своего нецелетического конкурента, особенно ВК и ФСБ. У вас есть сравнительный анализ этих двух способов заливки роликов в соцсети. Вот четыре платформы, где есть видеоконтент. Более того, еще у нас вот здесь вот есть называется Instagram. А теперь представьте, что это все компьютеры. Вот, чтобы было понятно для всех, раньше Яндекс состоял из трех компьютеров. Вот Яндекс, поисковая система, раньше была, это просто три компьютера, стоявшие в одной комнате. Ну, Гугл тоже не отличался от этого, там, может, было три или четыре. Так вот, представьте, что это все компьютеры. А это вы, допустим, записали свой видеоролик. Он хороший. И вы начинаете свой видеоролик репостить в Facebook, ВКонтакте, в Одноклассники, да, и в Instagram. Это называется слово «расшарить». То есть вы расшарили, и многие специалисты вам говорят, надо расшарить. И у многих этих специалистов видео, здесь вот в Facebook целая лента видеороликов с YouTube. Я понимаю, как эксперт в видеомаркетинге, что уровень этого специалиста оставляет желать лучшего, потому что он не понимает базиса. Это вот, школьная программа видеомаркетинга первый класс. Почему? Потому что, если вы в любую из этих сеток зайдете, из социальных сетей, в любую, то там будет в меню, у вас в левом сайдбаре есть меню, называется видео. Ну, а это само по себе видео. И здесь есть уже TV. Так вот, внимание, вопрос. Насколько радостно встретит вашу ссылку с YouTube господин Facebook, господин Instagram, господин ВКонтакте и господин Одноклассники? Ни на сколько. Раньше, когда у них этого не было, у них не было мощностей и не было возможности обрабатывать столько видео. А теперь они, как только вы размещаете свой видеоконтент на их платформах, то ваш аккаунт правильно под алгоритмы заходит. И поэтому вам надо напрячь булки и сделать так, чтобы вы ваш ролик не редиректили, а сюда размещали. О том, как правильно размещать, мы говорим в школе и в клубе видеомаркетологов. Но это данность. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, вы можете делиться. Это не запрещено. Но давайте я вам покажу один простой пример. Расскажу. Вы даже с ним сталкивались постоянно. Когда вы ВКонтакте переходите по какой-то ссылке, ВКонтакте вам говорит, вы переходите с нашего сайта по ссылке. Мы беспокоимся о вашей безопасности, поэтому рекомендую вам не переходить. А что там, внимание, еще? Там нет кнопочки все равно перейти. То есть у вас два варианта нету. У вас вариант есть только вернуться на ВКонтакте. Почему? А потому что все эти сети, да, у них идет, чтобы вы понимали, борьба за трафик. Понятно, что если вы, грубо говоря, из YouTube поставили ссылку на Facebook, на ваше видео, то люди, переходя на ваше видео, они смотрят не на платформе его Facebook, а вполне вероятно переходят на YouTube к конкурентам. А у нас идет борьба за трафик. И они все борются против телевизора, за ваше внимание, за ваших зрителей. И поэтому ваши ссылки, репосты, они нигде, то есть вот именно там поставили видео, не зря. Если вы сейчас наберете слово «Школа видеоблогеров», либо там какой-то свой ролик там в Яндексе, то вы увидите много-много одноклассников видео. Потому что выгодно. А еще мне тоже не нравится, господа, мне очень сильно не нравится, когда на моем видео ВКонтакте, мое авторское видео, на нем лежит реклама, которую я не давал разрешение. Из которой я ничего не получаю. Эта реклама получают ВКонтакте. Я ничего с нее не получаю, но на моя, на моих роликах крутится реклама, которую я не одобрял, не покупал. Но я ничего с этим сделать не могу. Все просто. Не нравится, сваливаясь платформ. А почему? Потому что эти платформы, они уже имеют трафик, да? И не хотят им делиться. Понятно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова